За последние три года количество канализационных сбросов в Каспийское море увеличилось в четыре раза. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта уже бьют тревогу. Чтобы помочь населению, эксперты ОНФ разработают карту опасных участков. Остался ли чистый кусочек моря в Каспии, узнавала моя коллега Луиза Раджабова. Так море или гигантская сточная канава? На что больше похож Каспий? Это вид сверху. В чёрной линии канализационные истоки. И куда всё это идёт? Правильно, в крупнейшей на земле замкнутый водоём. Решили провести рейды по всему побережью. И буквально на той неделе был организован выезд специалистов на побережье между Махачкулой и Каспийском. И отмечены точки сбросов неотечественных стоков в море. Нами сегодня проводится анализ, токсикологический анализ отобранных проб. И в дальнейшем Общероссийский региональный фонд планирует также провести бактериологический анализ. И составить карту для населения точек, где море более чистое и море более грязное. А это берег Каспия между посёлками Редукторный и Турали. Многоэтажек всё больше. Застройщики не утруждают себя под ведением канализационных сетей, а выводят стоки прямо в море. По данным экспертов, ежедневный сброс составляет 250 тысяч кубометров. Где же купаться – в разгар лета. Исследование проводилось в прибрежной части Каспийского моря. В основном пляжи наши. От гостиницы Джамми до Аварского театра. Самое чистое получилось у Аварского театра. Потому что там труба, по которой поступала ливневая канализация, в которую вливались раньше бытовые стоки, ее замуровали, закрыли. А самая плохая ситуация по общим загрязнениям – это около гостиницы Джамми. Там вытекает канал, идущий этих стоков. Видимо, шлейф тянется до самого пляжа. По нефтепродуктам, по содержанию нефтепродуктов, самая плохая ситуация – это вблизи пансионата «Белый медведь». Поверхностно-активные вещества – это стиральные порошки, моющие средства различные. Здесь тоже самая плохая обстановка вблизи пансионата «Белый медведь», а самая лучшая – вблизи Аварского театра. Воняйки – так называют народе эти стоки. В одном рачкале таких восемь. Один из крупных находится в микрорайоне Пальмира. Еженедельный ущерб окружающей среде от него оценивается в 10 миллионов рублей. Не менее опасный был в районе городского пляжа. Его перекрыли в прошлом году. Но толку от этого пока мало. Чтобы предотвратить стоки, эксперты предлагают коллектор. Для этого строительства нужно 16 миллиардов рублей. Такой проект есть, но он заморожен с 2016 года. Возобновить работу должны в следующем году. Стоки Каспийска и стоки города Махачкалы, Советского и Ленинского районов, однозначно будут очищаться. Но там есть проблема стоки Кировского района. Ну, они централизованно район, как бы не отводят стоки сюда, они тоже сливаются в море. Там тоже есть вариант, тоже прорабатывается вопрос строительства, пока проектирование северных очистных сооружений. Как поясняет природоохрана, прокуратуре меры принимаются. Только за полгода выявили 200 нарушений. Возбуждены уголовные дела. Проведена проверка законности деятельности акционерного общества Махачкала-Водоканал. По результатам этой проверки мы обратились в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба по факту сброса неочищенных сточных хвост Каспийского моря на сумму 58 миллионов рублей. Вот в частности, вот в этой канаве, которая располагается сзади нас, сумма ущерба составляла более 30 миллионов рублей. С каждым годом туристов в Дагестане всё больше и больше. Однако грязное море в будущем может испортить эту положительную динамику. И на вопрос, почему так мало людей отдыхает на Каспийском море, ответ будет очевидным. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.